В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На незаконной свалке вблизи ЖК Май снова жгут мусор. Данный земельный участок принадлежит Всероссийскому институту лекарственных растений, который сдал земельный участок в аренду. Новое подтопление на этот раз в СНТ Химик в деревне Калиновка. Были выставлены вешки, наблюдали каждые три часа подъем воды. Во Дворце культуры города Видное прошел семинар с жителями частного сектора. Мы постараемся разъяснить те изменения, которые произошли за последнее время. Жители ЖК Май снова почувствовали запах гари. Источник едкого дыма был установлен еще год назад. Вблизи деревни Горки расположена свалка, где незаконно сжигают мусор. Несмотря на то, что информация о правонарушителе передана в Росприроднадзор, компания продолжает свою деятельность. История с незаконным сжиганием мусора на свалке, расположенной вблизи деревни Горки, продолжается уже около года. Сотрудники полиции и отдела экологии администрации муниципалитета неоднократно выезжали на данный участок. Были выставлены предписания, юридическое лицо понесло ответственность, и материалы в то же время были направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса привлечения юридического лица к уголовной ответственности. Данный земельный участок принадлежит Всероссийскому институту лекарственных растений, который сдал земельный участок в аренду. А уже управляющий на очередные земельные участки тоже разбили и сдают субаренду. Данный участок принадлежит ООО «Инвестсервис», который по документам занимается перегрузкой. Но, как мы видим, на самом деле здесь происходит не только перегрузка, но и сортировка. Но спустя некоторое время от жителей ЖК «Май» снова стали поступать жалобы. Усиливается запах, как правило, по ночам. Экологи объясняют это тем, что днем дым поднимается вверх, а к вечеру при охлаждении воздуха опускается на жилой комплекс и деревни Горки и Белеутово. Мы пошли по старым, так скажем, точкам и просмотрели с квадрокоптера, облетели территорию и обнаружили здесь неделю назад снова сжигание отходов. Но уже не в печах, а еще хуже. В открытых бункерах, под открытым небом. Сжигались древесные, строительные отходы, пластик. Мы выехали на место совместно с представителями правоохранительных органов Ленинского городского округа. Зафиксировали, составили протокол осмотра, сообщили в Росприроднадзор опять же. Но до настоящего времени мер со стороны Росприроднадзора так и не приняты. Очередной рейд на место мусоросжигания был организован по поручению временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрия Баренова. Сейчас зафиксировали факты сжигания. Вот был на месте задержан автомобиль, который привозил эти отходы. И надо будет проверить документарно, какие на то были основания сюда завозить новые отходы. И на основании чего вообще здесь эта организация осуществляет деятельность. На сегодняшний день мы видим, что результата нет. Сюда как завозились, так завозятся бытовые отходы, бытовые и строительные отходы. И происходит сжигание. Во время проверки представитель собственника земельного участка рассказал, что они сдают в аренду данную территорию и не следят, что происходит на ней. Он заверил, что все договорные отношения с этой компанией будут расторгнуты. Мы настаиваем на том, чтобы ответственность была все-таки солидарной. Как ответственность понес собственник земельного участка, так и то лицо, которое непосредственно осуществляет здесь деятельность. То есть арендатор, инвест-сервис. В течение недели нарушители обязаны вывести весь мусор с данной территории и предоставить отчет о проделанной работе в администрацию муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Снежная зима стала причиной подтоплений, которые фиксируются на всей территории московского региона. Особенно страдают СНТ, находящиеся неподалеку от рек. Садоводческое товарищество «Химик», расположенное в деревне Калиновка, тоже оказалось под слоем воды. Но благодаря оперативным действиям сотрудников дорсервиса ситуация стабилизировалась в короткий срок. Наша съемочная группа побывала на месте. Эти места не из тех, что затапливаются ежегодно. Но последствия снежной зимы нынешнего года оказались заметны и здесь. Речка Бица вышла из берегов. На данной территории, это была самая первая точка наша, критическая, было подтоплено около тысячи квадратных метров участков. Дома не были подтоплены, частично именно участки садоводческого товарищества «Химик». Сигнал поступил от жителей СНТ. В общем-то, среагировали оперативно. Ситуацию удалось стабилизировать в короткий срок. Сотрудники дорсервиса сработали оперативно. К моменту нашего приезда Бица свободно текла по своему руслу. Неделю назад из-за сильного паводка было подтопление. Сотрудниками дорсервиса заранее были проведены противопаводка и мероприятия. Были опилены деревья, упавшие в воду. Все они были вытащены на берег. Были выставлены на вешке. Наблюдали каждые три часа подъем воды. Работы не останавливали. В течение двух дней всю руслу реки Бица до впадения в пахру было прочищено. Председатель садоводческого товарищества Юлия Черняева рассказывает, вода доходила почти до моста. Дорога на подъезде к СНТ тоже была затоплена. Дорсервису пришлось изрядно потрудиться, чтобы дать воде возможность двигаться правильным путем. Нашли места заторов, которые оперативно начали в тот же день разбирать. Вода, конечно, сразу не стала уходить. На наше удивление стало пребывать все равно. Но когда стали дальше продолжать искать какие-то места, нашли где труба забита, где-то еще какой-то завал был. И все оперативно убрали. Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида, который за эту весну увидел уже не одно подтопление, положительно отозвался о работе местной администрации и тех, кто устранял последствия стихии. Говорить о том, что Московская область затопила, говорить нельзя. Потому что по сравнению с тем, что было в предыдущие годы, это считаю, что с одной десятой мы дело имеем. Все это, конечно, из-за того, что мы учли и опыты прошлых лет, и готовиться начали с зимы. Всего на территории Ленинского городского округа выявлено семь мест подтопления. На сегодняшний день основные проблемы данного характера ликвидированы. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В поселке Ленинский проживает чуть больше ста человек. Здесь всего три жилых дома старой застройки. Однако об этой небольшой, но важной части муниципалитета не забывают. Местные жители встретились с временно исполняющим полномочия главы округа Дмитрием Абареновым и провели для него экскурсию по территории поселка. Из обозначенных проблем остро стоит вопрос улучшения жилищных условий и ремонт ливневой канализации, а также приведения в порядок сквера со стороны дома номер 3. В 2019 году в поселке уже проходило комплексное благоустройство по программе губернатора Московской области, и жители им остались довольны. В ходе встречи выяснилось, некоторые из существующих проблем можно решить уже в ближайшее время. Но остались и вопросы, по которым нужно провести серьезную работу, чем и займутся в администрации муниципалитета. Во Дворце культуры города Видное прошел семинар с представителями сельских населенных пунктов, садовых, дачных и некоммерческих товарищей Ленинского городского округа. Его цель – скоординировать действия властей и жителей частного сектора в решении проблем, которые существуют у владельцев частных домов и участков. На территории Ленинского городского округа расположены земельные участки 116 различных объединений. И, как показывает практика, проблемы, которые хотели бы решить местные жители, типичны – благоустройство, перебои вода и электроснабжения, газификация и сбор мусора. Мы находимся на границе Ленинского района и Раменского района. Напротив нашей, через дорогу, находится КНСК. Это канализационная станция, которая не работает много-много лет. Отсутствует газ в деревне. В свое время газифицировали деревню Пугвичино и Дедылдино. И должны были таблова. Четыре года мы ждем решения вопроса с канализацией, с водоснабжением, с ремонтом освещения деревни. Перед началом семинара с представителями сельских населенных пунктов, садовых, дачных и некоммерческих товариществ участники могли получить профессиональный совет по самым разным вопросам, прежде всего касающихся налогообложения и земельно-имущественных отношений. БТИ – это кадастровая работа, межевые планы, технические планы, акты обследования, если это необходимо, также техническая инвентаризация объектов недвижимости и по амнистии, которая у нас была продлена. Исчерпывающую информацию по вопросам содержания домов и земельных участков для участников семинара подготовили профильные организации и службы. Представители СНТ интересуют в первую очередь, как осуществляется вывоз с населенных пунктов, какие отходы может вывозить региональный оператор, какие не может, периодичность. Также их интересует возможность обустройства контейнерных площадок на территории муниципалитета. Главное, ради чего в зале собрались представители сельских населенных пунктов, это возможность напрямую задать вопросы руководству Ленинского городского округа. Мы постараемся разъяснить те изменения, которые произошли за последнее время. Поступило порядка 200 вопросов. Мы их сейчас возьмем на контроль и будем отрабатывать. На какие-то наиболее острые ответы постараемся ответить сразу. Активная работа с жителями после семинара получит продолжение. Уже сейчас работают чаты председателя СНТ, старосты округа, в которые ежедневно направляются различные информационные материалы. Там же проводится разъяснительная работа по вопросам законодательства и нормативных актов. Максим Козлов, Мария Кузьминкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Подмосковье начались субботники. В Ленинском городском округе порядок на территории. Наводят сразу несколько предприятий. МБУ Дорссервис, МОП УК ЖКХ и другие управляющие компании. Первый субботник прошел в минувшие выходные. Сотрудников УК ЖКХ можно было увидеть в разных частях города. Видное. Там, где они проходили, становилось чисто. У нас составлен план, график по уборке нашей придомовой территории. И 3-го числа, 3-го апреля мы убираем заводскую 13, заводская 3 и часть Гаевского целый день. Коммунальщики пришли вместе с детьми. Те тоже, взяв в руки медлой, помогали старшим. Еще два субботника состоятся 10 и 17 апреля. А 24 апреля пройдет общий областной субботник. На участие в котором будут приглашены и жители Ленинского городского округа. Вместе мы должны привести в порядок территорию муниципалитета после зимы. Правильно выставить диафрагму и выдержку, сделать профессиональный портрет или запечатлеть обыденное в необычном ракурсе. Этому и многому другому ученики Развилковской детской школы искусств обучаются на новом направлении – искусство фотографии. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. Осветительное оборудование, разнообразные навесные фоны, портретные тарелки, рефлекторы, штативы, насадки и софтбоксы. Казалось бы, стандартный набор профессиональной фотостудии. Но работают здесь дети. Вернее, пока только учатся. Для художника, наверное, тоже важно уметь правильно фотографировать, видеть цвета, видеть ракурсы. И мы думаем, что это очень удачно, потому что дети с удовольствием ходят на это направление. Постигает при мудрости фотоискусства учащиеся предпрофессиональные подготовки художественного отделения Развилковской детской школы искусств. Также можно заниматься фотографией отдельно на платной основе. Обучающая программа состоит из нескольких этапов. Сначала техническая часть, как настроить камеру, работать с выдержкой, диафрагмой, различными объективами. Ребята в процессе съемок анализируют, как те или иные настройки влияют на результат. Когда я поняла, что они более-менее разбираются с этим, уже могут поставить настройки правильные, у нас, получается, дальше идет такая более художественная часть. Я рассказываю про композицию, про какие-то правила композиции. Мы смотрим фотографии великих фотографов. Затем ребята учатся обрабатывать фотографии, кадрировать, менять цвет, цветовую гамму. На каждом уроке теория идут рука об руку с практикой. Скучать некогда. Здесь всегда очень интересные уроки, практика всегда. Мне это нравится. Ну, я творческий человек, а на фотографии можно пофантазировать. У нас есть теория и практика. Еще я дома изучаю материал дополнительный. Фотография, мне кажется, это самый сложный язык, и я хочу его изучить. Сейчас юные фотографы отрабатывают портрет, учатся работать как с искусственным светом, так и с естественным освещением. У нас в классе есть оборудование световое с постоянным светом. В следующем году планируется еще приобретение импульсных источников света, чтобы у нас были в практике и такие, и такие виды. А еще есть штативы, разные насадки, у нас есть и софтбоксы с мягким светом. Сложности в том, чтобы при съемке человека на него ровно ложились тени, чтобы он удачно получался в кадре, чтобы, в принципе, кадр получался удачный. Ребята учатся всего полгода, но уже активно участвуют в фотоконкурсах. И с нетерпением ждут, когда же наступит настоящая весна, появятся первые листочки на деревьях и начнут распускаться цветы. Тогда можно будет выйти на фотоохоту за сочными и яркими кадрами. Екатерина Борисова, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно-это. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.